здравствуйте сегодня обзор будет результатом опроса большинством голосов выбран набор польские крылатые гусары такая старая коробка запакована еще в пленку где-то здесь есть дата производства июнь 2013 года больше девяти лет пленку давай 17 век поиски крылатые гусары звезда масштаб 1 к 72 на торце другие наборы от звезды янычары русские стрельцы турецкая кавалерия турецкая кавалерия у меня набор есть когда-нибудь я на нее тоже обзор сделаю сзади набор из 16 конных неокрашенных фигур 4 в 1 4 разных позы в одном экземпляре и 4 3 экземпляра образом там должно быть один командный литник и 3 одинаковых литника с этими гусарами достаю что там есть мелочь еще так справка польская тяжелая конница 17 века гусары по праву считалась одновременно и самой великолепной по красоте и самой боеспособной по воинским качествам достаточно большая справка внутри инструкция по сборке в принципе сами фигуры садников это одна целая фигура лошадь одна целая фигура и основными элементами будут крылья или вот эти вот копия или пики и схема соответствия с номерами так чтобы еще зачитать тактическим отрядом польских крылатых гусар была хоругвь возглавляемая ротмистром хоругвь состояла из небольших отрядов пожитов аналогов европейского ленца помимо товарища тяжелого вооруженного рыцаря гусара в пожит могло входить до 24 до 24 четырех его слуг махалеков если я неправильно произношу это название прошу прощения я с этими терминами не сталкивался основным оружием гусара было длинное кавалерийское копье также каждый гусар имел по себе саблю на поясе палаш крепившийся слева вдоль крупа коня и пару пистолетов в сидельных сумках ну вот это не совсем наверное палаш хотя звезда пишет что это палаш это палаш это рубище оружие а у них были длинные колющие мечи аналог восточного кончара если я правильно помню посмотрим литники ну вот всадник с этим самым длинным колющим мечом и на боку у него как запасная запасное оружие висит сабля вот они лошади с укрепленными этими колющими мечами крылья отдельно пики пики отдельно вот этот вот видимо потерял в бою уже свое основное оружие оружие использует запасную саблю на копьях вот такие вот флажки мне кажется что здесь они несколько увеличены то есть это или парадные вряд ли в бою применялись именно настолько большие эти флаги вот самая интересная фигурка с копьем поднятым вверх и таких три литника так на фигурка отвалилась откуда она отвалилась я уж надеялся что-нибудь лишнее положили дождешься от них ну и наконец литник представлен на единичном экземпляре знаменосец вот это именно знамя а не то что на пиках это вот скорее всего и есть предводитель тот самый ротмистр он с булавой ну да вот он ротмистр с булавой знаменосец и вот это музыкант трубача видимо ну звезда обычно всегда так делает то есть на командном литнике командир знаменосец музыкант может быть может не быть и еще какие-нибудь уникальные фигурки здесь вот это вот четвертая фигурка на этом литнике это обычный кусар и вот это вот его копье так еще звезда нам положила звезда положила вот такой вот карточку со своими реквизитами которые скорее всего уже и не действуют а это еще два балла по акции можно можно было когда-то получить сейчас конечно уже на них ничего не получишь ну почка как сувенир будет ну и еще раз вот этот прекрасный арт очень необычные у них такие они в общем необычный вид у них с этими крыльями я думаю что если я не найду эльфийскую конницу то этот набор некоторые фигурки из этого набора я буду использовать для отыгрыша именно эльфийской конницы поскольку уж очень они вычурны и вполне могут послужить заменой кавалерии эльфов спасибо за просмотр спасибо 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 спасибо